Друзья, всем привет! А я к вам спешу с актуальной информацией о ситуации на автомобильном рынке в России. Что происходит с ценами? Ведь с 1 октября вновь повышают утилизационный сбор. Что это такое и кого это коснется в первую очередь? И самое главное, на какие деньги? Сегодня я вам приведу живые расчеты. Как постепенно, плавно, незаметно поднимают цены на новые автомобили. Параллельно с этим поднимают ставочки. Кредиты становятся все дороже, дороже, дороже. Вы ходите и думаете, ой, цены, какие же они стали высокие. Они параллельно со всем этим продолжают только расти, расти и расти. Еще недавно, казалось бы, мы снимали выпуски, где рассказывали. В салонах у китайских дилеров тишина. Слышно, как муха летает. Сколько на сегодняшний день удается зарабатывать менеджерам по продажам в месяц? 200, 300, 500 тысяч рублей или даже 800 тысяч рублей. Обо всем этом сегодня я вам кратенько, не размазывая кашу по тарелке, расскажу. Тайм-коды ждут вас в описании. Вот за этим зеленым кустиком у меня спрятан, догадаетесь, кто? Маленький спонсор этого выпуска. Все, все, все. Мы начинаем прямо сейчас. Начнем мы с главной, самой интересной, самой запутанной темы. Утилизационный сбор. Термин абсолютно не нов. Давным-давно он уже существует в нашей стране, но именно в августе пошла опять движуха. Новые поднятия будут поднимать из года в год. Поэтому давайте дадим ему правильное определение. Утилизационный сбор — это сумма, которую импортерам приходится доплачивать при ввозе автомобилей в Россию для дальнейшей перепродажи в дополнение к таможенным и различным налогам. Если производство модели локализовано, то государство компенсирует автокомпаниям этот сбор в зависимости от количества накопленных по локализации баллов. Я думал, как мне сделать вам таблицу, чтобы мы могли разобрать пример, вообще, что будет меняться, как будут расти цены. На живом примере хотел уже рисовать презентацию. Но, как выяснилось, ребята с одной крупной площадки. Не буду озвучивать её вслух, но я думаю, по цвету вы поймёте. Им огромное спасибо, что потратили время и сделали её, а мы лишь возьмём готовый материал и вместе с вами его разберём. Ну и давайте рассмотрим на хите продаж Джили Манджаро. Это самый популярный автомобиль, который привозится в нашу страну, который самый востребованный с точки зрения спроса. И вот, что мы видим. Какие цифры. Вот ребята всё прям, в принципе, детально расписали. Спорить с ценой, что можно дешевле, можно дороже, цена реальная, нереальная мы не будем. Мы лишь берём за основу эти цифры для того, чтобы мы смогли с вами понять самую простую калькуляцию. И мы, в принципе, опускаемся с вами вниз. Вот цена автомобиля 2 миллиона. Дальше пошли расходы доставка, таможенное оформление и так далее, и так далее. Итого, цена автомобиля для себя. Что значит для себя? Это если вот вы сидите и говорите «Мне помощники ни в чём не нужны, я могу всё сам». Вот вы встаёте и организовываете пол... Вообще, не знаю, безобразие, самое натуральное. Вы встаёте и отправляетесь за автомобилем самостоятельно. Полностью организовываете себе всю поставку. Ниже цена, это с учётом коммерции. Это если организация, компания привезла автомобиль, и его будет перепродавать. То есть вы доплачиваете те самые 306 тысяч рублей. Коммерция. Что будет после 1 октября? Вот здесь становится интересно. Если вы также везёте автомобиль полностью под себя на себя, то есть вся продажа идёт на вас, вас это не коснётся. Если автомобиль идёт через коммерцию, то плюс 250 тысяч рублей к цене. Было 306 тысяч рублей, а станет 556 тысяч рублей. Ну, примерно такие цифры называю. Попрошу копеечкам уже не придираться. И с 2025 года опять в цене всё будет расти. Это первое. Далее. Для чего я это делаю? Для того, чтобы везли в частности напрямую. Вот здесь начинается такая магия «следите за руками». Подчёркиваю, возможно, где-то я в чём-то ошибусь. Потому что в августе одна информация гуляла, сейчас в сентябрь другая информация. Постоянно появляются какие-то дополнения и изменения. При всём при том, что пока что это постановление до конца не подписали. Но, скорее всего, его само собой подпишут. На сегодняшний день, если завозить автомобиль через Беларусь, то там можно воспользоваться дополнительными льготами. Сейчас предлагают завозить автомобили напрямую. Здесь каждый автомобиль, какой бы вы не выбрали, его по-хорошему нужно считать и так, и так. Потому что где-то будет выгоднее завезти его напрямую через Россию, где-то через Беларусь. Я прекрасно понимаю, что это звучит запутанно, но это вот примерно так и работает. Специально для этого выпуска, вот я сейчас попросил ребят, говорю, посчитайте, пожалуйста, сколько будет стоить, если везти Джили Манджаро вот сегодня, напрямую с учётом всех вот этих повышений в Россию. Всё прям прям, прямая поставка. Смысл в том, что там растаможка на льготника и экономия идёт на таможенной пошлине. А теперь эта экономия там съедается тем, что там будет коммерческий утиль. Сейчас завозим в ЛОПРФ, платим льготный утиль. Но! Есть но! Каждую машину надо предметно просчитывать и там, и там, по разным схемам. Бывает такое, что выгоднее заплатить ком-утиль, но везти через Беларусь так, как будет пошлина меньше. Тут это всё реально нюансово. Каждую машину надо брать и почитать. Прямая поставка. Мне озвучивают ценник. Себестоимость в Москву с доставками со всеми делами 41 тысяча долларов. Мы делаем с вами простую математику. 41 тысяча мы умножаем на сколько? Ну, я предлагаю, можно продавать на 92. 3 миллиона 772 тысячи рублей. Вот такая цифра. А продолжим мы здесь. Сегодня четверг. Попиваю кофеёк и продолжаю свой доклад. Для чего вообще люди выбирают автомобили на привоз? Потому что это дешевле. У нас есть три самые популярные модели и марки. Это Zikr, это Lissan и это Geely Manjaro в частности. Ровно те автомобили, которые пользуются прям повальным спросом. Вот привожу вам живой пример. Если мы возьмем Geely Manjaro комплектация Flagship, еще в августе из наличия эти машины можно было купить, я такую среднюю цену называю по рынку. 3 миллиона 600 тысяч рублей. 3 миллиона 600 тысяч рублей ты заплатил, получаешь машину уже со всеми документами с русификацией. Если прийти к официальному дилеру и сказать точно такую же машину в такой же комплектации, то цена будет 4 миллиона 250 тысяч рублей за наличку. Может быть вы сторгуетесь, она станет чуть ниже. В том числе может быть вы не сторгуетесь, вам предложат чуть выше, но Delta примерно у нас получается 600-650 тысяч рублей. Не забывайте, что у дилера автомобиль с полным пакетом теплых опций, что многих подкупает и собственно есть самое главное гарантия. Меньше рисков, переживаний, ведь многих пугали, предупреждали, что все машины, которые привезены, на них может прийти до начисления. В один прекрасный день вы получите письмо, где вам скажут, что вы должны еще сколько-то доплатить. На сегодняшний день вот со всеми этими утилями вот эта вот разница будет становиться все меньше, меньше, меньше. Вот если, как мы посчитали, 3 800 теперь Manjaro будет обходиться, но в максимальной комплектации у дилера он стоит, максимальной комплектации подчеркиваю, 4 400. Все вот эти цены, таблицы, что почем, я публикую в телеграме канала, поэтому всем, кому интересно, заходите, подписывайтесь, уже сто раз вам об этом говорил. В силу того, что есть такая большая неразбериха, постоянно что-то меняется, кто-то где-то что-то услышал, вкидывает, а это может не соответствовать действительности, поэтому правильнее всего дождаться, посмотреть вообще, подпишут его, не подпишут, потому что точно так же гуляет мысль, как я сказал, что возможно его перенесут. Вот еще один очень важный нюанс, ну вот, например, многие пользовались льготами, когда автомобиль заходит через Беларусь. Вот я покупаю автомобиль, у меня трехлитровый мотор, плачу 5000 рублей, внимание, 5000 рублей, при условии, что этот первый год я буду являться собственником автомобиля, и я его не перепродам. Если вдруг я сейчас его решу кому-то продать, в частности, я купил автомобиль в марте, вот до марта у меня идет это время. Продам, допустим, тебе, мой дорогой зритель, то мне нужно будет доплатить эту разницу, вот это 300 тысяч рублей кому-то. Соответственно, теперь после 1 октября вот этой льготы, типа через Беларусь ее не будет, заезжает машина, ты вместо 5000 рублей теперь будешь платить новые 550 тысяч рублей сразу, либо она должна один год находиться в стране, и только потом ее можно завозить, чтобы эту сумму не платить. Как вам такое? А все что хотят найти? Все хотят найти выгоду. Именно поэтому вообще общая черта, общий вывод такой по этому утилю, цены будут становиться все выше, выше и выше, где-то это будет сильно заметно, кто-то из вас выберет автомобиль с объемом там полтора литра, кто-то выберет три с половиной литра, ну и так далее, то есть здесь проще каждому из вас посмотреть, посчитать, то есть здесь все очень легко. В общем, вот такие выводы, ровно то, чего все боятся, все ждут, не хотят, ну вот, как говорится, поживем, увидим, что будет. Ребята, мне кажется, вот такой формат, он гораздо проще, интереснее, уютнее, я вам, так сказать, в дружеской атмосфере, за чашечкой кофе продолжу весь рассказ, без размазывания каши по тарелкам, обещал, постараюсь сейчас кратенько за 10-15 минут закончить все, что хотел рассказать. Опа-на, посмотрите, карсис-толщиномер, вам даже не нужно перематывать, потому что буквально 60 секунд. Я вам неоднократно рассказывал про этот прибор, с помощью которого вы можете проверить автомобиль, как новый, так и на вторичке, убедиться, что вас не обманывают. Многофункциональный, профессиональный прибор, но на него я рекомендую даже взглянуть некоторым, как на некое вложение. Купив этот прибор, попользовавшись им и поняв, как он работает, вы можете начать точно также оказывать услуги по выездной диагностике. Востребованная тема, когда люди за полторы, две, три тысячи рублей плюс оплата проезда до точки приезжают и за 20-30 минут смотрят полностью автомобиль, новый или вторичку, для того, чтобы просто убедиться, в каком состоянии лакокрасочное покрытие. Полный комплексный обзор с погружением в автомобиль, это отдельная услуга, отдельное направление. Но вот с него, как минимум, можно сделать вход в автобизнес всем тем, кто присматривается, ищет для себя какие-то дополнительные заработки. Ну и, конечно же, те, кто хотят купить автомобиль, почему бы и нет? Вот такой приборчик у вас должен быть у всех. Те, кто занимаются профессионально тачками, так и подавно. Зайдите по ссылочке в описании на сайт, посмотрите, что он в себе несет, и вы поймете, что это просто-напросто набор профессиональных опций. Именно поэтому смело вам его рекомендую по ссылочке в описании. А мы продолжаем. Далее у меня пометка стоит рост цен, плавный рост цен. Многие сидят постоянно и ждут, ну, когда подешевле будет, когда станут больше скидки, может быть, какое-то пойдет снижение. Параллельно со всем этим хочу вам лишь напомнить, что активно цены начали расти вот со времен ковида и не останавливаются. В том числе и сейчас. Даже если где-то выходите, мониторите какой-нибудь джили-чери, либо еще что-то, видишь, что появляются какие-то различные поддержки, сам смысл, что цены поднимают плавно. Ну, вот, живой вам пример, на Атласы, например, в августе подняли цену на 30 тысяч рублей. Ну, что такое 30 тысяч рублей при соотношении автомобиля 3 миллиона 600 тысяч, а стал стоить 3 миллиона 630 тысяч. Вроде бы ничего такого. Ну, например, в сентябре еще поднимут на 30 тысяч. И вот так вот каждый месяц по 30-30 тысяч, и в итоге к Новому году этот автомобиль будет стоить вместо 3 600, 3 750, а вот 150 тысяч рублей, это уже ощутимо. Ну, и согласитесь, что разом это ощутимее, чем потихоньку, потихоньку, потихоньку. То же самое параллельно с этим происходит и со ставками. Еще, казалось бы, там в июле можно было брать рассрочки на некоторые бренды. Ну, я привожу просто в пример джили только лишь потому, что популярная марка очень хорошо этот автомобиль покупает, также хорошо покупают, оса прилетела, пчела, пардон, пчела, также хорошо покупают хавалы, чинганы, где-то берут неплохо черри. Смысл прост. Можно было взять рассрочку на 2 года 0,01%, теперь это 4-5,5% в зависимости от первоначального взноса. В пересчете на деньги, на переплаты вроде бы тоже неощутимо, ну, вроде бы так немного, но все равно это уже было 0, стало 4 или 5. Нифига себе. Таким образом, это просто акцент для всех тех, кто, пользуясь ситуацией, вложил деньги на вклады. Он сидит, такой лапы свои потирает, такой, ну, у меня денежка лежит, капает, и он ждет, что вот скоро ему придут деньги, целых 150 тысяч рублей, и он сможет пойти купить себе автомобиль. Но пока он ждет эти, там, 2, 3, 4 месяца по разному, сумма может быть больше. За этот период многое меняется, меняются ставки, меняются цены на автомобили, меняются эти утилы, на основании чего цены, ну, не буду повторяться, будут только расти. И когда ты, мой дорогой зритель, придешь и скажешь, я хочу Манжаро, тебе вместо вчерашних 3600 предложат новые 3850. Ты так почишешь голову, скажешь, что же получается, я 150 тысяч получил со вклада, а цена выросла на 100 тысяч рублей, то есть мне еще нужно копить? Да. Ты уже мог давным-давно кататься на автомобиле, у тебя уже обкатка прошла, ты уже в Сочи съездил, еще куда-то, а ты все, ждешь, ждешь. Я никого никогда не подбиваю к покупке, я лишь просто констатирую факт. Еще в 20-м, в 21-м году, когда Солярисы продавали, там, аж по 2 миллиона рублей, и кредиты при этом были 12%, я называю, за максимальную комплектацию, сколько людей орало, да вы что, да зачем, не нужно покупать, нужно подождать. Пожалуйста, сейчас Солярис можно купить, ставка будет 15-20%, это еще повезло, такая ставка, это хорошая. Ведь вы знаете, что потреб-кредиты сейчас дают подставку 24-25, некоторым уже 36, 36 ставка, ты вдумайся, 36! Человек присылал расчет ему, банк предложил. И цена автомобиля в максималке 2,5 миллиона рублей. Ну как тебе такое? Надо было подождать. Вот еще интересная тема, которую я вынес в анонс, это зарплата менеджеров. Всегда интересно послушать, кто сколько где зарабатывает, в какой сфере, в профессии. Многие смеются, мол, ааа, менеджеры, сидите там, китайские шашлайки продаете. Ну вот я вам ввожу на экран, вот такой текст, это не какая-то коммерческая тайна, это усредненные такие параметры, значения по всей нашей стране, сколько может зарабатывать менеджер. Внимание! При выполнении плана 11-13 машин можно получать примерно там 200-240 тысяч рублей. Напомню, что я делал опрос в Телеграме канала, сколько кто зарабатывает, там в среднем называют зарплаты до 200 тысяч рублей. Это прям подавляющее большинство, кто по стране назвал, из тех, кто подписан на Телеграм, до 200 тысяч рублей. Если менеджер толковый, а таких на самом деле достаточное количество на рынке, кто умеет продавать, у кого удачно расположена точка салона, куда и так идет трафик, кто работает в нормальном бренде, востребованном, где достаточное количество машин, как правило, этот план перевыполняют. Соответственно, заработать 300-400 тысяч запросто. Когда идет, скажем так, рыба, и вот, например, в августе многие менеджеры прям очень хорошо напродавали, вот мне ребята рассказывают, у одного вышло под 500 тысяч рублей, ну и тут уже такая, знаете, легенда. Говорят, что кто-то даже 800 тысяч рублей заработал. Сразу скажу стоп всем тем, кто скажет, что это какая-то хрень, не цепляйтесь за самые высокие цифры. 800 тысяч рублей это единичные случаи, а вот 200, 300, 400, это уже гораздо ближе к реальности. Поэтому торговать автомобилями, вот для человека, кому нужна работа, это выгодно при условии наличия опыта. Не надо думать, что встал с дивана, пошел, устроился, и завтра у тебя 300-400 тысяч, нет. Устроиться еще нужно постараться. Далее. Многие путают, что такое кредит ради скидки. Вот я когда выкладываю таблиц, там про написано кредит ради скидки. Многие люди звонят и говорят, я хочу купить кредит ради скидки, но при этом у них-то в голове кредит, который они будут платить весь срок. Нет, ребята, здесь все элементарно и просто. Неоднократно вам про это рассказывал, но раз нужно, повторю. Есть льготные ставки, так называемые рассрочки 0,01. Те самые 4% на 2 года, 8% на 3 года, ну и так далее. Вот эти вот таблицы с градациями, сколько ты занес на первый взнос, на какой срок ты берешь. И тут как бы все элементарно можно посчитать. А есть такая тема, когда ты приходишь, автомобиль условно стоит 3 миллиона 500 тысяч рублей, но ты его можешь купить за 3,200, если ты возьмешь кредит ради скидки. Работает это все элементарно. Вы заходите с минимальным первоначальным взносом 20%, вам при этом дают повышенную ставку, на основании чего банк делится комиссией с дилером, он получает деньги, а дилер с тобой делится вот этой дополнительной выгодой. То есть ты забираешь автомобиль за 3,200, закрыть ты его можешь у всех по-разному, где-то через 2 недели, где-то через 2 месяца, как максимум это 3 месяца. Сюда же мы сразу закладываем переплату по процентам. Пусть она будет, я прям по максимуму беру 100 тысяч рублей, хотя в среднем это 70-80 тысяч рублей. И ты покупаешь поле сказка. Таким образом ты выходишь с ценой 3 миллиона 300 тысяч рублей, у тебя еще автомобиль застрахован. Вместо тех самых 3,500 и льготная ставка, например. То есть вот так это работает. Это выгодно в первую очередь для всех тех, у кого есть вся сумма денег на руках, и те, кто готовы заморочиться, сделать частично досрочное погашение, три платежа внести и потом закрыть кредит досрочно. Как показывает практика, вот эти простые действия, которые, внимание, делаются все вот так же, сидя дома с телефона, никуда там кататься, как правило-то и не нужно. То есть вы единичный раз едете в банк справку забрать, что вы никому не нужны. Когда люди слушают, они говорят, блин, да ну как-то не очень. То есть нужно людям разъяснять, объяснять, что выгоду действительно можно свою найти. В том числе продолжаем тему. Что такое слив? Для некоторых слив, когда распродаются автомобили, это либо какой-то разводняк, либо слив, он есть постоянно, либо что-то еще. Бывает такое, что приходят машины, даже какая-нибудь востребованная, Geely, Tugela, Flagship Sport в максимальной комплектации, в черном цвете, вроде бы спрашивают, 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 но бывает какая-то магия, и некоторые машины словно как заколдованы, так в кавычках, они стоят, но их никто не покупает. Месяц стоит, два стоит, три стоит, и потом уже, как мертвый груз, ее нужно продать. Машина стоит везде, например, 3 800, а тут говорят 3 650. То есть это на 150 тысяч рублей ниже, чем везде. Вот это вот и называется слив. В том числе есть подобные истории с автомобилями гораздо дешевле. Я вот выкладывал в Telegram, очень много людей обращалось там с региона, говорят, разница составляла 500 тысяч. Это Чинганы Алсвин, Чинганы Эдао, какие-то такие версии, ну то есть то, что до 2 миллионов рублей. Человек говорит, мне, у меня дома предложили за машину 2 миллиона 300 тысяч. В Москве он ее забрал за 1 миллион 800. Без какого-либо подвоха, ну вот такая же машина новая, все. Поэтому такое бывает, реально бывает. Надо думать, что под слив машина попадает там пости Татала и прочее. Нет. Это действительно есть. Но продолжим тему с косячными автомобилями. Действительно приходят машины косячные. Косяки бывают абсолютно разные. Где-то бывают косяки, просто какая-то царапина неглубокая, которую можно там убрать полировкой. Бывает такое, что подобьют машину, ее нужно ремонтировать. И здесь важный момент, что не может дилер просто так взять ее отремонтировать. Они открывают заказ-наряд, ремонтируют, делают. Таким образом вы, в принципе, можете обо всем этом узнать. Как я вам сказал, в выпуске есть приборы специальные, на основании которых толщиномер можно самому посмотреть. В том числе и в базе. Если менеджер толковый, специалист, вы нашли с ним общий язык, он сразу может посмотреть и вам даже не ходя к автомобилю сказать, что в нормальном состоянии. Или с ним что-либо проводилось. Поэтому пользуйтесь этой информацией, она действительно полезна. Третий раз кофе беру. Глотнуть никак не могу. Что берут сейчас чаще всего? Ну, в силу того, что я, может быть, раз сто за этот выпуск сказал слово «джили-джили-джили». Джили хорошо разбирают, хавалы хорошо разбирают, чинганы, ну и черри. Это вот, скажем так, костяк, где черри там сейчас замыкающий становится. В основном вот эти вот марки разбирают. Естественно, есть премиальные автомобили. Это, как вот мы сказали, «Зикор», «Лисан», которые привозные. Это прям отдельная история. Но там и все автомобили стоят свыше уже 6 миллионов рублей. Это отдельная категория. Но их тоже действительно очень хорошо берут. И все хвалят. Но вот прям основной косяк – это вот эти машины. В том числе также можно добавить танки. Неплохо разбирают. На «Гак» пошел спрос неплохой. То есть, ими интересуются, ну прям какой-то прям повальности. И опять же, в городе на дорогах вы их не встретите. А вот вышеперечисленные марки, их полным-полно. Какая вообще общая картина по рынку с точки зрения продаж? Ну, я могу сказать, за Москву, да и в целом по регионам действительно есть точки дилера, которые закрылись. В силу того, что спрос упал. Нет никого, нахрен не надо держать. И, как правило, они закрываются и переходят либо на другую марку, либо все, там уже начинают торговать бэушкой, вторичкой, что угодно. То есть, уходят. Я считаю, что это, в принципе, отчасти это и правильно. Потому что ранее я уже показывал, да и вы сами можете во всем этом убедиться. Откроете вон «Черри», «Джили», там любую марку и посмотрите, сколько дилеров по Москве. Но это огромное количество. То есть, их в любом случае нужно чуть-чуть подрезать. И конкуренция будет полегче. Ну, дышать станет легче. И не надо прям... Тут на одном пятаке вокруг меня столько дилеров. Тут, я не знаю, тут к одному ехать 7 минут, к другому ехать 5 минут, к другому ехать 8 минут. Ну, то есть, все очень близко. Теперь избыток действительно есть большой. Но, в целом, картина такая, что о волнами, да, вот эти все продажи. Ждут, наверное, как во всех отраслях. То прям, о, все, поперли. Вот с ребятами общался. 170 машин выдали, 150 машин выдали. Хотя были месяца, когда выдавали по 50, по 60 машин. То есть, в 2-3 раза больше начинают выдавать. Месяц кончился, начинает снова тишина полная, никого нет. Ну, как бы так, еле-еле, но не так, как было еще, казалось бы, неделю назад. Поэтому, в целом, я так скажу, вот на конкретно сейчас сказать, что прям дилеры массово жалуются, что продаж нету, нет. Вот это кривая отношения к китайским автомобилям. Осознание у людей приходит, что купить что-либо другое, деньги начинают считать, о чем мы с вами разговаривали. Кредиты смотрят, какие ставки дают. И понимают то, что, блин, слушай, у соседа Чанань, у другого там коллеги по работе, как у кого-то там Джили себе взял Манжара, хвалят. И понимают одно, и им все эти люди точно так же одну и ту же песню рассказывают. Классная, нафаршированная, ничего не ломается, всем довольны. Да это в интернете просто хайпуют, поливают говном те, кто купить не могут, им из трамвая виднее. И вот вся вот эта история. Те, кто морально не готов покупать китайцы, ну вот, отправляются как минимум на вторичку. А на вторичке тоже, ребята, вы должны понимать, что годы-то идут. И, соответственно, найти там достойный автомобиль двух-трех годовалый с маленьким пробегом. Ну, какой двух-трех годовалый? Два-три года назад уже цены на автомобили были высокие. А сейчас они торгуются все выше и выше. Вот, например, на следующей неделе планируем снять Киа Карнивал. Ну, не было никогда его на канале. Классная машина, прям интересная. То есть, надо отснять ее. Человек купил в максимальной комплектации, что-то полгода назад ее, за 6 миллионов 200 тысяч рублей. 6 миллионов 200 тысяч рублей за Карнивал. При том, что раньше эти машины там стоили 3, там, 3 с чем-то. Опять же, вот BMW X5. У нас по стране они торгуются, например, бензиновые версии, там, 7,5-8 миллионов рублей. Ну, средняя такая цена за живой вариант. Можно дешевле найти, можно еще дороже найти. Я зашел на доски объявлений просто ради интереса Дубай посмотреть, почем там они. 3,5-4 миллиона. При тех же параметрах, год, пробег, там, можно найти, как бы, вторичку у дилера, которые на Трэдэн были сданы забрать. То есть, вот такие цены. 3,5-4 миллиона рублей. С пробегом, там, тысяч 40-50 километров. Ну, как вам такое? Совсем другая история. Я надеюсь, то, что в целом я вам донес ситуацию. Затронули самый волнующий вопрос для многих у Тильсбор. Кого он коснется? Коснется всех. Везде цены поднимутся и будут продолжать расти, поэтому хорошего здесь мало. Ну, вот, констатируем факт. Уж на сколько изменятся цены на те же самые хавалы, лады, ну, поживем-увидим. Не забывайте, что подборки с реальными ценами, со скидками я выкладываю в Телеграме канала. Залетайте, подписывайтесь, смотрите. Друзья, не добавить, не убавить. Далее больше не продолжаю. В это воскресенье с 9.00 жду вас на всех площадках. С шикарнейшим выпуском мы с вами поедем на рыночек. Отличная зарисовка, как в старые добрые времена. Просыпаешься рано утром и на рынок, на картоночке мерить джинсики. О чем выпуск будет, вы посмотрите, офигеете, но тема будет очень спорная. И самое главное, касается всей нашей страны. Не добавить, не убавить. Ваше мнение жду в комментарии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все площадки. До новых встреч, пока, пока.